Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте ePN.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссий в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив! Здравствуй, дорогой зритель! Немножко изменился фон. Это я просто коврик для мышки решил использовать, чтобы синий цвет вам глаза не мозолил. С вами, как обычно, я, Михаил, канал Картавый Блогер. И вместо одной четыре посылки, потому что, во-первых, они не сильно большие. Во-вторых, они одной тематики. Одно из моих хобби это рыбалка. И совсем неудивительно, что здесь все четыре пакета содержат рыболовные товары. Товары-приблуды. Да не суть. Давайте откроем, посмотрим, что в этот раз пришло. И попробуем на это сделать обзор. Уверен, это получится. Вот непосвященный человек, ай-буй-бай, все упало, все пропало. А непосвященный человек скажет, что это за ерунда такая, как это использовать можно. На самом деле, вещь очень даже хорошая. Значит, вот такая трехсоставная маленькая штучка. Я не скажу, как это правильно называется. Да, наверное, это абсолютно и не важно. Я лучше объясню смысл, для чего это нужно. И если вы пользуетесь дунными снастями, так называемыми донками, а также пользуетесь карповой ловлей, вы поймете, что это достаточно хорошая вещь. А весь смысл заключается в чем? Вот, например, идете вы ловить форель на пасту. А что у вас получается? У вас получается, как правило, небольшая оливка, которая свободно должна гулять. И получается там определенного размера поплавок, потому что паста, она всплывает и должна быть немножко от... Одна, одна на каком-то расстоянии. И, собственно говоря, это все дело переделывать там длину поводка и так далее и тому подобное бывает муторно. То есть принцип получается какой? Мы берем леску. Пусть вас не смущает толщина моего пальца, мы представим, что это леска. А эту леску вставляем... Видите, да? Отверстие. Вставляем. Это мягенькая такая резиновая ерундистика. Леска зашла. Хорошо. Далее мы берем леску, вставляем в первую дырочку, например, снизу вверх, либо сверху вниз. Не суть. После чего, соответственно, наоборот, либо сверху, либо снизу. Мы вставляем сюда. И вот эта часть, она будет, собственно говоря, стопорить эту самую леску. После чего мы ее вставляем обратно в правую часть, которая получается более близкая к вашему удилищу. И далее мы надеваем на леску вот этот тут уже. Кембрик, можно его, наверное, назвать. А который надеваем с этой стороны. А для чего это нужно? Ну, там 38 вариантов может быть. Ну, прямой, да? То, что вот у вас есть там определенный длинный поводок. Об эту часть у вас останавливается оливка. И вам надо поводок увеличить. Вы берете, снимаете, снимаете. Все это дело висит на леске. Это дело висит, опять же, на леске. Берем, немножечко вынимаем. И смещаем его либо ближе к удилищу, либо ближе к крючку с приманкой. Очень удобная вещь. Но, опять же, для тех, кто заморачивается, да, снастями. И, в принципе, вот с помощью нее можно очень даже облегчить изменение поводка. Можно, конечно, там зажимать каким-нибудь там грузилом, но как-то его потом двигать. Если вы его сильно прижали, леска будет от силы трения, да. То есть она будет становиться слабее и, в итоге, как бы, в этом месте все порвется. Здесь нет на леску никакой нагрузки. В этом отношении все удобно. Очень полезно, очень хорошо. Стоит, ну, относительно недорого. Ссылка есть в описании. Продолжим дальше. Значит, с двух сторон мы видим резьбу, следовательно, можно закрутить все это дело вовнутрь. и иметь вот такую вот легенькую какую-то дюралюминий или алюминий. Откручиваем. Ну, вот, вы знаете, вот я, конечно, противник вот таких вот решений, когда сейчас настроится камера, когда, видите, там внутри то ли эпоксидка, то ли что-то еще, и, собственно говоря, насколько хорошо сверло внутри будет держаться, ну, сейчас ответить вам не смогу. Для чего это нужно? Если вы приехали, например, на водоем за карпом, и, ну, самый простой вариант, да, там есть какая-то мелочь, ну, там, плотва, карасик, да, там, ну, много, много разной рыбы может быть, и вы берете, думаете, ну, как я буду ловить карпа, да, дай-ка я червя нацеплю. У вас начинает червя атаковать мелочь. Вы думаете, блин, ну, дай я кукурузу нацеплю. То же самое. Что делается? Берутся бойлы, так называемые, ну, берутся они по двум причинам. Либо отсечь мелочь, да, в зависимости от размера бойла, мы отсекаем, ну, там, если вы возьмете вот такой бойл, понятное дело, что карасик его захавать не сможет. А во-вторых, ну, карпа он привлекает, не будем об этом, вы пользуетесь бойлами. Для того, чтобы бойл насадить на усик, в нем надо сделать дырку. И вот, чтобы сделать дырку, у вас будет вот такое сверло, если вы его закажете. Ссылка, опять же, есть внизу. То есть мы сверло засверлили, да, круглый бойл получил у нас дырку. А далее мы берем вот эту вот часть сейчас наведется вот так вот, да. Значит, что мы делаем? Вот эта вот часть в открытом положении, мы ее вставляем, собственно говоря, в дырку отсверла в бойл. Значит, с этой стороны мы берем, цепляем усик, цепляем усик и закрываем, в обратную сторону закрываем. И вот таким вот образом этот усик через бойл вынимаем, после чего берем стопорок, вставляем в усик, убираем всю эту ерунду, и, собственно говоря, у вас бойл висит на волоске, который рядом с крючком, и вы можете делать заброс. В принципе, такие вещи здесь продаются, ну, мне из интереса было заказать с Китая, посмотреть, в принципе, по-моему, вполне неплохо, а при этом стоит, ну, недорого. Достаточно интересная вещь. Я как-то лазил, 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 и вот я на нее наткнулся. Я не помню, их три сразу продается или нет, вариантов достаточно много, разных и разнообразных. Все это дело состоит из двух резиновых колечек и вот такого стопорка. Для чего это нужно? Я как знал, что оно здесь будет, и поэтому я приготовил удилище. Причем надевать с этой части удилища абсолютно не к чему. Используется всего одно колечко, и большое, либо маленькое, мы выбираем в зависимости от того, на какую часть удилища мы все это дело хотим прицепить. Подвину, покажу вам более тонкую часть, потому что как-то не получается почему-то нацепить. Я просто боюсь все это дело повредить. Все, нацепили. А цвета есть разные для того, чтобы легче было наверно найти все это дело на удилище. Для чего это нужно? Слышите за щелчки? Мало того, что улетело, с нее еще и колечко отвалилось. Я за этим колечком схожу попозже. О, а здесь даже три резиночки получилось. Да, колечко наверняка потом назад надевается. Давайте еще раз все это дело присоединим. Стоит абсолютно чего-то там прям, ну вот, совсем-совсем-совсем недорого. Цепляем крючочек. Делаем натяжечку. Либо вот так вот. Секундочку. Просто боюсь. Если я сейчас прицеплю все это дело на камеру, как я себе прокалываю палец, я наверняка же буду ругаться матом, это придется вырезать. Так. Вот так вот крючок цепляем. Либо переводим вот в такое положение. Да, и как видите, он в натяжечку, в любом месте удилища он получается будет находиться. В принципе, да, если не за что цеплять, вот такие специальные крючочки можно приделать. Вполне удобно. Еще раз, да, стоит абсолютно недорого. Вещь для рыбака, по-моему, крайне полезна. Ссылка, опять же, повторюсь, как всегда, в описании к видео будет. Но они достаточно, ну, не достаточно, а немножко хлипковатые. Учитывайте этот момент. Ну, в принципе, ничего в этом такого нет. Учитывая прям совсем, 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 что они недорого стоят. Вот из чего все это дело состоит. значит, что мы берем? Вот эта вот часть опять мягенькая. Мы ее, в этом случае наоборот, удилище у нас здесь, окончание у нас получается здесь. Мы берем вот так, вот это дело надеваем на леску, плетенку, чем вы пользуетесь. А далее здесь очень важный момент. вот этот пластмассовый хвостик, он достаточно хлипкий. Поэтому надо понимать, что если вы решили поехать на сама, то вот это будет ваше самое слабое место. значит, что происходит? Мы берем привязываем все это дело к основной леске. Перевязали. После чего мы видим второе слабенькое место. Это вот такой завод. Соответственно, что мы можем после этого сделать? Мы можем наделать разных поводков с разными крючками, с разной толщиной лески. Бывает рыба говорит 0,2 поводок это толсто для меня, я не буду клевать. Вы говорите окей, берете более тоненький поводок. Если все это дело будете перевязывать на рыбалке, вы потеряете достаточно много времени. Что мы берем? Мы берем поводок, крючок, хотите с усиками, хотите без усиков, донесу абсолютно. А здесь петелька, с этой стороны делаете петельку. И когда вот это все дело у вас находится на леске, это следующим образом. Окончание будет выглядеть вот так. В принципе, если то и по-моему через любое верхнее колечко все дело пройдет, можно будет разобрать. Но опять же есть некое удобство. есть мы берем, снимаем мягкую часть, снимаем мягкую часть, оголяем, как я еще раз говорил. вот эту вот петелечку, не петелечку, а как это правильно назвать, ребят? Напишите в комментариях. Вот, значит, вставляем сюда петелечку уже нашего поводка и закрываем все это дело вот этой вот оливкой. По-моему, было несколько размеров вот этой вот всей ерунды. Сейчас не вспомню, потом выкладывать буду, когда в описании положу. В итоге, ну, ребят, это на самом деле очень удобно. То есть, если вы ловите рыбу там в пределах трех килограмм, я думаю, это все дело без проблем выдержит. Ну, опять же, если у вас там фрикцион не затянут, и вы не будете там устраивать рестлинг с ней. Если мягенько, аккуратненько, с расслабленным фрикционом, вы вытащите проблем никаких. Удобно, да до безобразия. То есть, у вас есть лоток, в лотке разнообразные поводки по толщине, по длине, с разными крючками. Вы в любой момент взяли, нацепили, поменяли, нацепили, поменяли, нацепили, поменяли. Можно без проблем использовать и на удочке. Ну, опять же, да, почему нет? Там, приехали на маленького такого нано-карася, поставили вот такой маленький крючочек, нанизали на него мотыля, лови не хочу. По-моему, крайне удобно. По ценникам вот эти вот две вещи, я не помню. Что-то как-то они вроде заметны, но при этом их один раз купил и по большому счету их надолго хватит. А польза от них, ну, я ее вижу, она однозначно, по-моему, есть. Не знаю, успею ли я отснять видео о том, как я ловлю рыбу. Может быть, успею, может быть, нет. Под ледным, под лов... В общем, со льда я не ловлю, ловлю только по открытой воде. По хищнику я с блесной не хожу, мое только донные снасти, плюс там по плаву. Будет возможность, от сниму, покажу. Поэтому, ребят, есть какие-то вопросы, есть какие-то пожелания, пишите обязательно комментарии, заходите в группу ВКонтакте, можете там увидеть меня, написать мне это ВКонтакте. Я попробую что-то разъяснить, может быть, сделаю видеоответ, ну и всегда буду рад вашему интересу к моим обзорам. Засим, собственно говоря, все. Всем всего. Подписывайтесь и до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok